Все чаще в Узбекистане можно встретить молодых людей, занятых в сфере IT-безопасности. Этот тренд связан с запросом общества. Узбекистан все чаще подвергается кибератакам. Страна испытывает нехватку специалистов в этой области. Для новых специалистов в Ташкенте прошло соревнование «Антихак Челлендж». Кибербезопасность – это относительно новая область применения знаний, и большого количества специалистов, конечно же, нигде нет. То есть специалисты действительно – это дефицит, действительно их не хватает. Причем это не только мое мнение, это мнение очень многих коллег из сообщества. И поэтому сейчас такой интерес, который молодежь проявляет, который мы здесь видим, он на самом деле очень радует. Потому что это показывает, что, во-первых, страна сильно развивается, во-вторых, что она на правильном пути развития. Потому что молодые специалисты, с которыми мы сегодня работаем, это и есть те люди, которые определяют тренд развития индустрии и тренды развития страны в дальнейшем. В 2020 году местные и иностранные хакеры атаковали различные организации страны 27 миллионов раз. Суммарно из-за этих атак интернет-сайты Узбекистана не работали миллион минут. Если хакеры или какие-то злоумышленники захотели взломать систему, то, понятное дело, что в любом случае взломают. Единственное, что мы в свою очередь должны сделать, это защита тех систем должна встать по цене взлома выше, чем сама цель взлома. Но под ударом находятся и рядовые жители. Почти у каждого сегодня есть смартфон. А это значит, что их владельцы могут лишиться персональных данных. Чтобы люди не попались на удочку мошенников, Центр кибербезопасности Узбекистана проводит тренинги и для предприятий, и для жителей. Сейчас все остро и остро. Вообще возникает этот вопрос по информационной безопасности. Не только информационной безопасности, но и осведомленность населения. Как себя вести, что можно делать в какой или иной ситуации, а что лучше не делать. Ну и, соответственно, сейчас очень идет хорошая такая политика государства о том, что все больше и больше идет информирование населения. Всех слоев населения. Почему? Потому что именно под информационное мошенничество чаще всего попадают слои населения, которые не защищены. Это взрослое население, пенсионного возраста. Еще 15 лет назад мы и мечтать не могли о смартфонах. Сегодня они плотно вошли в нашу жизнь. Эксперты уверены, следующие 10 лет IT-мир будет сфокусирован на безопасности. Ведь чем глубже информационные технологии проникают в нашу жизнь, тем рискованнее это выглядит. Взять на себя роль регулятора должно государство. От создания экосистемы безопасности до принятия специальных законов. Фахридин Салахиддинов, Ильхом Хрусаналиев, Узбекистан. Специально для СИЖТН.